Так вот, имел ли СССР действительно какие-то имперские черты, если рассматривать формально, вне коммунистической идеологии? Или так нельзя рассматривать? Ну, во-первых, очень сложно рассматривать государство в отрыве от его экономического базиса. Экономический базис был социалистический, поэтому это все-таки социалистическое государство. Поэтому, если это была империя, то социалистическое. Но, тут совершенно правы наблюдатели, ханткорные имперцы, которые говорят, что империя какая-то ужасно странная, потому что, а где наши колонии? Почему мы развивали, например, Казахстан, вместо того, чтобы его грабить? Надо же грабить. Вот в Российской империи прекрасно грабили окраину, вообще не стесняясь. Кстати, именно поэтому Российская империя тоже империя. Когда говорят, что в Российской империи не было колоний, как это не было колоний? У нас не было заморских колоний, просто потому что вот не сложилось у нас. Потеряли мы и Аляску, и Калифорнию, не смогли ее заселить и эксплуатировать. Ну, так вышло. А вот внутренние континентальные колонии у нас вполне были. И более того, мы уже к концу империи, уже при Николае II, уже не стесняясь, завели себе Маньчжурию, попытались завести Корею. Если что, Маньчжурия – это кусок суверенного Китая. У нас там должна была быть Желтороссия, так называемая. Корея – это тоже, некоторым образом, совсем никакого отношения к Российской империи не имеет. Но там все должно было быть захвачено и эксплуатируемо уже в полном смысле слова, как капиталистическая колония. Просто так получилось, что у нас огромная часть территорий в Российской империи попала в империю еще глубоко при феодализме. То есть, при Иване Грозном-Алексее Михайловиче. Даже, наверное, нужно посчитать с Ивана III. С Ивана III по Алексею Михайловиче. Когда никакого капитализма-то еще не было, а феодализм очень даже уже был. Поэтому они имели довольно странную форму, эти колонии. То есть, по таким нормальным империалистическим меркам, эти колонии не были, но их эксплуатировали как колонии. А вот СССР собственную периферию не эксплуатировал. Он вообще никого не эксплуатировал. СССР не имел понятия конкуренции внутри себя. Было понятие, хорошо всем известно, соревнование, социалистическое. Соревнование от конкуренции отличается тем, чем вопрос. А ровно тем, что, например, бегуны, соревнуясь в скорости бега, не убивают своих конкурентов на финише. А капиталистическая конкуренция отличается именно тем, что конкурент должен быть уничтожен. Понятно, что может быть не как человек, а его предприятие просто исчезнет. Кстати, человек тоже может, потому что конкуренция бывает сразу. Вот, поэтому Советский Союз, когда говорят, что это не империя, они с одной стороны абсолютно правы, это не империя. Но нет, они не вполне правы, потому что они смотрят на все только с буржуазной точки зрения. А с буржуазной точки зрения вообще в СССР ничего невозможно понять, чем там люди занимались. Не эксплуатировали собственную периферию. И эти узбеков с казахами ограбили бы, отвезли бы в Москву, как сейчас. Вот было бы здорово. А потом непонятно, какой-то занимались там коренизацией, развивали какие-то окраинные языки. Разрешили украинцам на украинском говорить. Вот это бомба под здание государства. Пипец вообще. Каким-то там чукчем с нанайцами их языки придумали. Зачем это все нужно было делать? Чукчей нужно было поить водкой и покупать у них пушнину задешево. Собственно, за эту водку. Какой язык, вы о чем, зачем это? Где династия миллиардеров Джугашвили? Кагановичей, Молотовых. У них же были возможности. Почему они этим всем не занимались? Это с точки зрения буржуазии очень странные люди и странное государство. Хорошо, что оно исчезло. Я так думаю, что рано буржуазия радуется. Это будет во второй раз, во второй итерации, может быть, даже в третьей. Но я вот не вижу никаких других вариантов ходов исторического процесса. Кроме как покраснение опять нашего шарика на новом историческом витке. Я не просто не вижу. Я так скажу, что у нас человеческой истории пока еще не было. У нас просто не было истории пока. История начнется только тогда, когда у нас весь земной шар покраснеет. И это будет как бы вот, как после Рождества Христова. Третья эпоха. Год с нуля начнется. Будет там где-то тысячи, там 300 или 220, 2024, неважно. Это будет первый год новой эры. Человеческой эры по-настоящему. Потому что то, что происходит по сей день, это не люди делают. Это не человеческая история вообще. Люди тут являются не субъектом истории, а объектом истории. И только в объектном смысле они в ней участвуют. Пора брать историю в свои руки. Не, ну я думаю, это все.